Приветствую, друзья. Ну что, это у нас с вами очередной пример прямой эфир. Как мы говорили с вами уже, то есть таких эфиров будет 26 в 2018 году. Один мы с вами уже провели, сегодня второй. Впереди еще 24 прямых эфиров. Меня зовут Эдуард Васильев, с кем мы еще не знакомы. Сегодня темы эфиров будут касаться только сетевого бизнеса. Я развиваю сетевой бизнес. Мы развиваем сетевой бизнес вместе с моей супругой Натальей. И сегодняшняя тема прямого эфира – это цели, планы, какие есть мифы, какие есть ошибки. И поделюсь с вами своими фишечками. Дорогие друзья, я сейчас отключу комменты. Хорошо, чтобы они никого не отвлекали. В завершении прямого эфира я обязательно открою комментарии, и вы сможете задать вопросы. Еще раз подчеркну, сегодняшняя тема – все, что касается целей, планирования, какие бывают ошибки в этом, как их исправить. И поделюсь обязательно своей практикой, то есть как мы ставим цели, как мы планируем свое время, как мы планируем свой бизнес. Итак, друзья, постановка цели планирования – вообще это естественное состояние в любом случае для каждого человека. Это стопроцентно и однозначно. В древности, в старину даже у нас, например, на Руси говорили такие понятия – путевый человек и беспутный человек. Да, непутевый. Откуда пошли эти понятия? Путевый – это человек, у которого есть путь, есть цель. Непутевый человек – это человек, у которого нет пути, беспутный человек, без пути, без целей. Поэтому, ну, издревле это говорилось, даже в Библии написано – «Всякому имущему преумножится, а у неимущего отнимется и то, что есть». То есть, смотрите, у всякого, у кого есть цели, у кого есть планы, у кого есть действия, преумножится, а не у имущего, у неимущего имеется в виду неимущего цель, неимущего действия, отнимется и то, что есть. Ну, то есть, понимаете, да, это заложено, то есть, в самой по себе природе. Это не какая-то придумка, постановка цели, планирование, это не придумка современного мира. С чего начинается, да, все? Вот наша практика показывает, друзья, вот все абсолютно в нашей жизни, абсолютно все – это окружение. Наверняка вы знаете, да, такую теорию, что стопроцентный успех, можете даже написать себе, вот если мы берем успех как стопроцентно, стопроцентный успех зависит от трех вещей. Первое – это окружение, второе – это мышление, и третье – это знание. Ну, можно везде по-разному трактуют, где-то говорят знание, мышление, окружение. То есть, знание – это всего лишь 10% твоего успеха. 40% твоего успеха – это то, как ты думаешь, да, то есть, это твоя привычка мыслить. Тут очень просто, да, с какой установкой ты начинаешь какое-то дело, с установкой попробовать, с установкой, ну, сделаю, если там будут условия, да, хорошие, сделаю там все возможное, либо ты выбираешь позицию – я сделаю до результата. Уверен, что каждый из вас подтвердит, что установка «сделаю до результата» – она стопроцентно выигрышная. И окружение, ну, как специалисты трактуют, это 50% нашего успеха. Ну, вы знаете, я вот сказал бы, наверное, даже так. 90% нашего успеха – это окружение, еще процентов 9% – это наше мышление. И потому что мышление наше, как ни крути, зависит от того, кого мы слушаем, с кем мы общаемся. И еще, наверное, 1% – это знание. Сейчас знание давно уже не стало дефицитом, знаний полно. Найти можно все, что угодно, главное – брать правильные знания. Знания, правильные – это те знания, которые получены от результативных людей. Ну, мы так формулируем это. Поэтому, друзья, как вывод. Назови мне цели твоих близких друзей. Вот можете записать себе этот вопрос. Какие цели у моих ближайших друзей? Какие цели у моего ближайшего окружения? Все, ребят. Вот по ответу на этот вопрос можно понять очень многое, что ждет тебя. Да, недаром говорят в народе, скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, что ждет тебя. То есть, понимаете, да, я скажу тебе, кто ты. Здесь то же самое, ребят. Куда движется твое ближнее окружение? Какие их цели? То есть, их лучшие годы в прошлом, их лучшие годы сейчас, либо они только-только разгоняются. Хотя сейчас они имеют выдающееся достижение. Ребят, понятно, нет? Это объясняю. Еще раз повторюсь. У твоего окружения лучшие годы в прошлом, знаете, это как? Че, квартира есть, машина есть, работа худо-бедная есть. Все, ребят, в таком окружении фиг ты вырастешь. Но если в твоем окружении есть друзья, знакомые, близкие, которые ставят перед собой новые цели, они ставят перед собой новые вызовы, новые задачи, ты волей-неволей будешь тянуться за ними. Это стопроцентно, ребят, это стопроцентно, никуда ты не денешься. Если твое окружение, ну, например, да, все поставили цель купить там новые автомобили, BMW, Mercedes, Maybach и так далее, а сейчас все ездят, да, на автомобилях, там, ну, например, я сейчас привожу, да, то есть автопрома отечественного, ты волей-неволей заразишься вот этой энергией. Никуда ты не денешься. Благо сейчас окружение можно свое сформировать, то есть можно в свое окружение добавить людей с такими амбициозными целями. Это на форумах, это смотреть видео, да, то есть соответствующих людей и так далее, так далее. Итак, значит, платформа, база, еще раз повторюсь, постановки цели идет от окружения. Бесполезно, бесполезно знать, как ставить цели, как планировать, но при этом иметь неправильное окружение. Бесполезно, рано или поздно оно тебя стащит вниз. Конечно, если ты сильная личность, очень сильная внутри, ты, скорее всего, можешь вытянуть свое окружение за собой. То есть, ну, таких людей единицы, я знаю, это 100% единицы. Вот я в свое время, когда мы пришли в сетевой бизнес, со многими своими друзьями детства, то есть прекратил общение. Вот у меня на YouTube-канале есть видеоинтервью с Игорем Незавибатько. Посмотрите, там есть видеоинтервью в разделе в одном. Вот мы там затронули с ним тему как раз вот дружбы, какая настоящая дружба, что такое лжедружба. И вот там он, я не помню, сейчас где-то на 20-й минуте, по-моему, как раз говорит очень классное, да, то есть определение, что такое дружба. Твоя дружба построена на воспоминаниях о прошлом или на чем-то другом. Твоя дружба каждый раз, да, то есть связана только поеданием салата оливье и несколькими рюмками алкоголя, либо она построена на чем-то другом. Вот очень важно понять, на чем построена твоя дружба. Дальше идем. По поводу, сейчас я скоро расскажу про технические моменты по постановке целей планирования. Баланс и дисбаланс. Вот это вот, ну, знаете, вот удивительная штука. Я знаю, что очень многие люди сейчас стремятся к так называемому балансу, в кавычках. Знаете, это когда вот во всех областях должно быть все хорошо. Ребят, вот это на самом деле очень большой миф про баланс. Нету понятия баланса, есть понятие осознанный дисбаланс, вот так бы я сказал. Что такое осознанный дисбаланс? Ну вот смотрите, у меня есть друзья-знакомые, которые сейчас готовятся стать родителями. И они осознанно отказываются от алкоголя, отказываются от неправильного питания, отказываются, понятно, да, идеи, от нездорового образа жизни, чтобы зачать здорового ребенка. Скажите, это правильно? Я уверен, что многие нормальные люди скажут, да, конечно, это совершенно верно. Но о каком балансе здесь может быть речь, да, то есть это осознанный дисбаланс. Скажите, правильно ли будет человеку, который готовится к Олимпийским играм, да, иметь график жизни такой же, как у всех остальных? Ну, например, да, то есть он там тренируется всего лишь 2-3 раза в неделю, суббота-воскресенье тусуется, да, и в надежде стать Олимпийским чемпионом. Но это не только Олимпийским чемпионом, да к любому соревнованию. Спортсмену, я уверен, который слушает меня, сейчас поддержит, да. Скажите, пожалуйста, когда ваш ребенок готовится к ответственному экзамену, к поступлению куда-то, о каком балансе может идти речь? То есть он же готовится, совершенно верно, у него совершенно чуть-чуть другой график жизни. Поэтому, ребят, вот запомните, то есть нельзя гнаться за балансом, иначе вы стремитесь таким образом попасть в стресс. Вот я давно заметил, люди, которые гонятся за мнимым балансом, они в стрессе живут. Они, знаете, мне напоминают человека в цирке, который бегает между восьмью тарелочками и раскручивает, видели, да, на палочках стоят восемь тарелочек, он их раскручивает. И вот такие люди в стрессе живут. Ребят, нужно четко просто себе сказать, сейчас моя цель вот такая, и о никаком балансе тут не может идти речь. Когда вы готовитесь к свадьбе, когда вы готовитесь к юбилею, вы же не думаете о том, как же бы баланс жизни правильно выстроить. У вас есть четкая цель, и вы идете к этой цели. И вот мы сейчас плавно, да, приходим к тому, что такое, да, то есть цель. Цель – это четко, вы, книг очень много на тему цели, да, то есть заведите в гугле, да, то есть самые популярные книги про цели и планирование. Там выйдут огромное количество авторов, практически все авторы будут писать об этом. Цель должна быть конкретно, измеримая во времени и так далее. И они правы полностью, ребят, полностью. Я скажу вам так, вы все умеете ставить цели. Вот стопроцентно вы умеете ставить цели. Кто из вас готовился к свадьбе? Кто из вас когда-нибудь готовился к первому своему отпуску, серьезному отпуску? Кто из вас готовился к юбилею какому-то серьезному? Ребята, вот вы сделали там при подготовке чистую классику постановки цели. Что вы сделали? У вас была конкретная цель – отправиться в отпуск в такую-то страну. Вы выбирали страну, потом выбрали страну. Была конкретная страна. Вы определяли срок, когда туда поехать. Свадьба – то же самое. Вы определялись с местом, где это будет. Вы назначали точную дату, когда это будет. То есть вы сделали классическую, сами о том не задумываясь, постановку цели в сроках, в конкретике, в максимальной. Ребят, понятно объясняю? В бизнесе, в сетевом то же самое. Вы выбираете ступень карьерной лестницы, на которую вы, то есть у вас упал взгляд, исходя из ваших амбиций, исходя из вашей смелости. И вот она, конкретик. Дальше вам нужно определить срок, когда вы хотите туда попасть. Вот тут мне очень часто парируют, говорят, ну вот, а как составить план? Я говорю, а как вы составляли план поездки в отпуск? Ну вы же продумывали, вы продумывали, что взять с собой, какая там температура, да? Это брать, это не надо брать. Когда вы готовились к свадьбе, вы ведь тоже до этого не были мастером подготовки свадеб, но вы начали просчитывать, продумывать и так далее, так далее, так далее. Вот здесь то же самое начинается. То есть вы ставите себе цель с четким сроком и дальше начинаете прописывать себе планы. Что мне нужно для этого сделать? Какую команду выстроить, да? И так далее, так далее, так далее. Ну вот смотрите, ребят, я надеюсь, что очень четко сейчас это спозиционируем. Вот мы уже 12 лет в сетевом бизнесе, мы 17 лет. Сотрудничаем с одной компанией, все 17 лет с компанией Ariflame. За эти 17 лет добились хороших результатов, больших результатов. И вот 12 из них мы осознанно заполняем каждый год блокнот с нашими задачами на предстоящий год. Сейчас это очень правильная и популярная штука, хочу вам сказать. Меня это очень радует, что больше и больше людей в социальных сетях делятся такими вещами. Ну вот мы недавно с Натальей, когда были в Чебоксарах на родине, достали свой первый блокнотик. Ну с улыбкой смотрели на него, потому что те цели, которые мы там писали на год, они были настолько, ну в нашем сейчас масштабе, настолько маленькими, но они были главными на тот момент для нас. Вот задача, мой вам совет, на год прописывать себе список из 100 целей желаний. 100. Услышали? Почему нужно 100? Объясню. Если у вас более 100 пунктов, более 100 пунктов, у вас энергии больше, у вас желаний больше. Я кучу людей встречал, у которых вот вопрос с мотивацией стоит. Я говорю, а что ты хочешь? И выясняется, у него желаний мало. Я говорю, друзья, вот основная проблема, когда люди прописывают список из 100 желаний, заключается в том, что они пишут только материальные вещи. Пишут только там квартира, машина, что там еще. Это важно, ребят, писать. Но если вы будете писать только вот эти материальные вещи, на самом деле они вас не так сильно драйвить будут. Надо также прописывать цели, желания по отношению к тем людям, которых вы пригласите. Писать цели, задачи, какие навыки вы хотите в себе прокачать за предстоящий год. Понятная идея? То есть прописываем вот эти цели, задачи на 2018 год через призму трех составляющих. Что хочу иметь, что хочу делать, научиться делать и каким человеком хочу стать, быть. Понятная идея? Уверен, что предельно понятно. И вот у нас в этом блокнотике это все прописывается. По итогам каждого года, по итогам каждого года мы подводим уже соответственные итоги. То есть полностью прописываем, то есть что получилось, что-то не получилось, мы переводим на следующий год. Понятно, да, идея? Вот таким вот образом. Периодически перелистывая вот этот блокнот, ну, хочушка, как так называемая, понимаете, она больше просыпается. Вот я вам хочу сказать откровенно. Сейчас мы топовые лидеры, да, то есть в компании Reflame. Как вы считаете, когда нам было легче себя мотивировать, тогда или сейчас? Вот я вам могу сказать, что тогда вообще не надо было искать мотивацию, потому что мне достаточно было посмотреть вокруг себя, была сплошная мотивация. То, где я живу, то, что я умею, то, какой я человек. Понятно, да, идея? То есть сейчас, да, то есть мотивацию себе придумывать с каждым разом не то, что тяжелее, да, то есть, но приходится очень сильно извращаться. То есть мы, например, вот список из 101 желания себе прописывали дня 3-4, наверное, с Наташей. То есть это, ну, тоже такой трудоемкий вопрос был. То есть это не значит только, пожалуйста, я знаю, есть типаж людей, которые все 3-4 дня сейчас меня услышали, все, они ничего не будут делать, только 3-4 дня прописываю желание. Ни в коем разу. То есть это делается между делом. То есть вот таким вот образом. Дальше. На год обязательно, больше года я уже не советую, на год мы себе фиксируем главную цель. Вот главные цели, их может быть, ну, я советую где-то в пределах 3-х. 1-3, ну, максимум 5, ребят. Понятно, да, идея? То есть это та цель, это те цели, которые автоматически помогут решить практически все остальные задачи. Услышали? Еще раз повторюсь. На год потом, после того, как мы прописали вот этот список, мы себе формируем, то есть 1-3 наши главные цели. Это те цели, достижение которых поможет нам автоматически решить практически все остальные задачи. То есть это будут ваши цели, соответственно. Ну и дальше что начинаем? Дальше начинаем уже фигачить, ребят. Начинаем что делать? Ну, в сетевом бизнесе ничего нового не придумали. Так ведь мы приглашаем людей, мы работаем с новыми партнерами, мы формируем ключевую команду, соответственно. Мы организовываем личные товарообороты и организовываем групповые товарообороты. Получается, я вам могу сказать, меньше, чем не получается. Точнее так, не получается у нас больше. Но за счет того, что ты делаешь большое-большое-большое количество действий, то есть у тебя нет времени думать о том, что с кем-то не получилось, не все там стартанули хорошо и партнеры и так далее, и так далее. Что еще рекомендую? Рекомендую ввести ежедневники. Например, прошлый год, где-то примерно 7-8 месяцев, в прошлом году я вел электронный ежедневник. То есть скачал какое-то приложение, сейчас даже не помню, и вел ежедневник в телефоне электронный. Это может быть Google-планировщик, это может быть в вашем телефоне, у Apple тоже хороший планировщик в телефоне. Но почему-то мне больше бумажные нравятся ежедневники. То есть каким образом у меня идет планирование? Планирование идет по принципу жестких и гибких задач. Жесткие задачи – это задачи, привязанные к конкретному времени. Ну, например, 15.00 у меня сегодня записано, то есть это прямой эфир в Инстаграм. Например, в 12.00 у меня был созвон с Робертом Канан-Сиан. С 9.00 до 10.30 у меня была сегодня тренировка, то есть в бассейне. В 8.00 у меня была скайп-лайнерка. То есть это жесткие задачи на сегодняшний день. Понятно, да, идея? Тут еще есть несколько задач. С другой стороны пишутся гибкие задачи. Гибкие задачи – это задачи, которые можно делать в принципе в любое время. Прозвонить команду, сделать звонки новым партнерам. Потом составить, например, там материалы для новой презентации. Сделать несколько подготовительных моментов по поводу предстоящего мужского бизнес-форума. Для чего мне это нужно? То есть вот эти дела я могу делать в принципе в любом из этих окошек. Понятно, да, идея? Вот таким вот образом идет планирование. Скажите, пожалуйста, можно ли без такого планирования, без таких постановок целей расти по карьерной лестнице в твоем бизнесе? Я хочу вам сказать – можно. Можно, ребят, можно расти без планов, можно расти без целей. Можно расти. До определенного потолка ты вырастешь. Я встречал людей, которые вырастали таким образом до директоров, даже до топовых директоров. Но потом потолок, ребят. Знаете, почему потолок? Потому что все уже в голове не можешь удержать. Начинается внутренний стресс, невроз у человека. И он начинает сам неосознанно убегать от этого. Когда же у тебя все записано, ты голову вычищаешь этим. То есть у тебя голова ясная, чистая, понятно, все записано. Это раз плюс какой. Второй плюс какой есть в таких вещах – это повторяемо. То есть если мой новый партнер спросит, а как планировать, я могу ему показать, как я это делаю. Это дублицируемо. А если ты этого не делаешь, тебя сложно повторить. На вопрос, как ты это делаешь, ты, скорее всего, будешь использовать методику «давай-давай». Я знаю, что многие мотивируют своих партнеров методикой «давай-давай», «давай-давай», «давай-давай». А почему? Потому что они сами работают в режиме только авралов. Вот таким вот образом. Итак, какие ошибки частые, значит, давайте подведем итог такой, да, предварительный. Какие ошибки мы наблюдаем, ну, я говорю, мы, имею в виду себя и Наталью Васильеву, при постановке цели планировали. Первое, как мы говорили, это окружение. То есть неверное окружение. Еще раз повторюсь. Есть такое понятие, как сомнение. Вот у меня тоже на YouTube-канале есть видео, посмотрите там, про сомнение. Ну, кратенько скажу вам. Сомнение переводится как со-мнение. Это чужое мнение. Вот очень многие люди, увы, ребят, если вы себя узнаете в этом, да, подвержены этому чужому мнению. Не своему мнению. Вот окружение, оно тебя наверх толкает, либо вниз тянет. Вот это очень важный момент. Вот это ошибка. Невозможно расти в окружении, где тебя стягивают вниз. Ну, невозможно это делать. Либо это делается очень тяжело и очень трудно через энергию здоровья бывает даже. Окружение, ребят. Неправильное окружение сам выбрал, кто сформировал твое окружение, кто тебя заставляет с ними общаться. Понятно, да, идея? Вот тут мне уверен, что кто-то сейчас парирует. А что если там жена не имеет цели, муж не имеет цели? Надо в конце концов сесть и откровенно поговорить друг с другом. Что дальше? Что дальше? Будем жить прошлым? Будем жить настоящим, будущим? Как? Что дальше? Вот это, ну, это вам уже самим решать. Это вы должны обсудить со своим любимым человеком. Следующий момент. Ошибка. Отсутствие четких целей, ориентиров. Очень легко определяется эта ошибка. Вот я вам сейчас задам вопрос. Какая у тебя главная цель на 2018 год? Напиши ее за 30 секунд. Твоя главная цель на 2018 год. Напиши ее 30 секунд. Если вы сейчас смотрите в записи, напишите. Если вы не пишете, у вас нет цели. Все. Вас очень легко увести в сторону. Вы очень легко уводили. 15 секунд осталось. Ваша цель на 2018 год. Я знаю свою цель на 2018 год. Все. Понятно, да? Мне легко, ребят. Мне легко принимать решение, когда поступает какая-то информация. Когда что-то идет не так. Ведет это меня к моей цели? Да или нет? Вот и все. Когда нет цели, ты, ну извините меня, как в бурлящем океане. Ну не хочу там грубых примеров приводить. Ну ты как, ну говорят же, да, какашка в проруби. Извините меня за выражение. То есть тебя очень легко в сторону увести. Куда ветер подул, тебя туда же понесло. То есть у тебя нет направления. То есть ты вот, ну как щепка в океане просто плаваешь. Следующий момент. Какая ошибка? Которую мы часто наблюдаем. Несколько раз ставил цели. Один раз поставил. Не получилось. Второй раз поставил. Не получилось. Третий раз поставил. Не получилось. Несколько раз поставил. Не получилось. И вывод. Нафига ставить цели? Все равно не получается. И все. По старинке попер. Я говорю, ребят, дожать надо было. Просто дожать надо было. Вот мы имеем статус в компании, да, он называется исполнительный директор. Вот мы эту цель перед собой ставили несколько лет подряд. Если быть точным, 7 лет подряд. У нас 7 лет не получалось достигнуть этой цели. Понимаете, в чем дело? Попробуйте сейчас сказать, что мы неудачники. Ребята, понимаете, в чем дело? Я буду ставить цель до тех пор, пока ее не добьюсь. Понятная идея? Сейчас у нас есть другая цель по карьерной лестнице. То есть это звание президент. Наша задача вырастить 12 новых директорских команд. И мы по-любому это сделаем. Понимаете, что дело? По-любому. Поэтому мы не почуем на лаврах, не смотрим на то, какие мы были хорошие вчера. Понятная идея? Поэтому, когда мы сейчас новых партнеров приглашаем, они четко, прекрасно понимают, что мы не будем их учить тем вещам, которые были актуальны раньше. А мы сейчас работающие в тренде, как говорят, да, лидеры. Почему я сейчас говорю вам об этом? Я ставлю цель до тех пор, пока ее не достигаю. Вот и все. Ловили идею? Это как в спорте есть команды, да? То есть она может быть несколько лет, команда не добивалась первого результата, а потом хлоп несколько лет подряд, они первые. И почет, внимание, премии, доходы, они чемпионы. Вот и все. В чем отличаются вот успешные спортсмены, успешные предприниматели? Они просто продолжают ставить цель. Они, да, анализируют. Не тупо работают, анализируют и снова действуют. Следующая ошибка – это горе от ума. Горе от ума. Вот есть такой типаж людей, они каждый раз хотят узнать что-то еще. Им нужна методика беспроигрышная. Знаете, вот такая, чтобы вот скажите мне, я сделаю, как вы мне сказали, и должно получиться. Вот это я называю типаж людей, горе от ума. Даже вот у нас книг, какой-то классик написал такую книгу, горе от ума. Филологи, грамотные люди мне подскажут, кто автор этой книги. Ряд, не усложняйте. Запишите даже себе одну фразу. Упрощайте сложное, не усложняйте простое. Просто нужно делать простое количество действий. Вот и все. Имея четкую цель, планируя действия на каждый день. И еще несколько лайфхаков в оставшиеся 3 минуты. То есть наши прямые эфиры будут проходить, как я обещал, по 30 минут в среде. Итак, друзья. Лайфхаки быстро по планированию. Сейчас есть очень хорошее такое понятие, называется лайф-менеджмент. Еще раз повторюсь, лайф-менеджмент – это про осознанный дисбаланс. Услышали? Ты поставил себе цель, отсек все лишнее и делаешь только то, что ведет себя к этой цели. Ты достиг этой цели, вышел на новый уровень жизни и подтянул к этому все остальное. Простой пример. В свое время, когда мы поставили задачу в этом бизнесе стать топовыми директорами, мы не делали ремонт, мы жили в доме загородном, но у нас не было в доме ремонта вообще никакого. Стены просто обои, на кухне был просто стол, буфет старенький, понятно, да, идея? Денег у нас копилось на счету много-много. И даже у нас, когда партнеры однажды приехали к нам домой, они офигели. То есть, что мы вот в таких спартанских условиях жили. Мы им просто сказали, что, ребят, мы не размениваемся по мелочам, у нас сейчас задача стать топовыми директорами. Когда мы стали топовыми директорами, мы заняли бригаду, и она нам, эта бригада, за три месяца все отбабахала, отфигачила до хорошего уровня. Я очень часто вижу людей, которые, понимаете, в чем дело, они фигней занимаются. Извините меня. Ребята, да пускай твои обои хоть обвалятся, достигни результата, выйди на новый уровень дохода, найми бригаду. И не надо будет самому клеить эти обои, ты просто наймешь профессионалов, которые тебе все это сделают. Я вам это привожу как пример. Следующее. Убери телевизор из дома. Убери телевизор. Телевизор – это наркотик для бедных. Следующее. На любую работу тратится ровно столько времени, сколько на нее выделено. Любая хозяйка подтвердит, можно целый день дома убираться? Можно. Можно уборкой заниматься полдня? Можно. А можно то же самое сделать за час? Тут кто-то говорит, ну не знаю. Я говорю, хорошо, а муж вам говорит, слушай, дорогая, если сейчас за час успеешь убраться, едем шубу покупать, а потом в ресторан и в театр. И все улыбаются и говорят, да, конечно, я за час успею все сделать. Понимаете, в чем дело? Когда есть адекватная цель, ты за 30 минут будешь делать столько, сколько некоторые люди не делают за целый день. Поэтому на любую работу тратится столько времени, сколько ты уделяешь. Следующий момент. Будь постоянным. Если начал, то не останавливайся. Договорись с близкими, с окружением, чтобы тебя поддерживали, чтобы тебя вдохновляли, чтобы тебя злили в конце концов, но не позволяли тебе останавливаться. В эту тему фразу скажу. Скажите, цветы поливают только, когда они цветут или постоянно? Поэтому задумайтесь об этом. Цветы не поливают только, когда они цветут. Их поливают постоянно. И следующее, друзья. Делитесь своими планами на день со своими партнерами. Делитесь. Это и вас будет дисциплинировать и будет вдохновлять ваших партнеров. Делитесь с ними своими планами на день и своими выполненными делами за прошедший день. Ну и в завершение еще раз хочу сказать. Никогда не усложняйте простое и упрощайте сложное. На самом деле все просто. Есть список твоих желаний 100 пунктов. Есть 1, 2, 3 главные цели на год, которые ты сформулировал. Есть правильное окружение. Ты каждый день составляешь себе план и действуешь. Если что-то не получилось, ты скорректируешь свой план. И в итоге у тебя, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, в любом случае получится. Вот таким вот образом. Ну что, друзья. Я открываю чат для комментов. Готов ответить. Давайте сделаем так. 3-4-5 максимум вопросов по постановке цели. Хорошо? 3-4-5 вопросов по постановке цели. Только с этой темы. Если остались вопросы, либо напишите короткий комментарий, что вы по этому поводу, вот того, что услышали, думаете. Я прошу каждого из вас, вы увидели, да, в инстаграме, там есть пост у меня, последний пост. Напишите, пожалуйста, там в комментарии свою обратную связь. Хорошо? Да, у нас, Евгений, у нас с Натальей общий список целей с супругой. У нас общий список. Я попрошу каждого из вас, напишите, пожалуйста, мне очень важно вашу обратную связь. Чем был полезен сегодня прямой эфир? В последнем посту у меня как раз про сегодняшний прямой эфир. Делаю 80% из того, что вы сказали. Ну, дай бог, чтобы вас это привело к пути. Желательно 100% делать. Отлично. Цели по сферам лучше. Не усложняйте еще раз, пишите все подряд. Не усложняйте. Помните, я вам сказал, не усложняйте простые вещи. Делайте все проще. Как определить ту, которая будет мотивировать? Но только вы знаете, какая цель вас может мотивировать. Так что ставить цели на год. Ставьте цель на год. Будете ставить, само собой, цели на каждый месяц, на период, да, каталожный. Как определить цель, которую будет мотивировать? Еще раз повторюсь. Ну, я думаю, вы, Наталья, должны знать себя, что вас мотивирует. Отлично. 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 Как не одевать розовые очки? Одевая розовые очки иногда, Оксан, нужно одевать иногда. Иногда нужны эти, понимаете? Вот, ну, вот еще раз повторюсь. Иногда говорят, я ставлю слишком там грандиозные задачи, потом не выполняется. Я говорю, ну, понимаешь, в чем дело? Ты, знаете, это как вот, ты калибруешь себя, ты себя узнаешь. То есть, самое главное, не переставать это делать. Вы же грамотные люди. Вы же думающие люди. В итоге вы, в любом случае, через количество действий вы себя поймете, да, то есть, как вам лучше планировать, когда вы более эффективны, утром или вечером. Невозможно дать один совет на всех, да, когда главные вещи делать, утром или вечером, например. Поэтому лучше уж ставить большие цели, амбициозные, если я правильно тебя понял, что ты имеешь в виду про розовые очки. Как мотивировать себя, друзья, своими целями и ваше окружение? Все, понятно, да, идея? Как убрать страх? Страх был, есть и будет, ребят. Страх – это волнение, это энергия. Понимаете, хуже, когда нету вот этой энергии. Страх был, есть и будет. Мне тоже страшно, когда я, например, планирую какие-то проекты в рамках нашего бизнеса. Мне тоже страшно, ребят. Никто до этого не делал, например, вот такой масштаб бизнес-форума мужского, какой мы делаем сейчас. Мне тоже волнительно, мне тоже очково бывает. Ну а как расти, не ставя вот эти очковые цели перед собой? Если на пути к цели совершаешь много ошибок, ну вы же извлекаете уроки из этих ошибок. Вы же извлекаете, соответственно, хуже, когда вы одну и ту же ошибку совершаете. Вот это и есть ошибка. Смотрите, сделал ошибку, извлек урок – это уже опыт. Но если ты сделал ошибку и по-прежнему наступаешь на эту граблю, то тут вопрос, ну в конце концов, ну хватит, наверное, уже издеваться над собой. Еще раз повторюсь, ошибка, сделанный, ну, урок, извлеченный урок – это уже опыт. Все, ты так не делаешь. Ты лизнул железку зимой, ты получил опыт и больше не лижешь железки зимой. Но если ты одну и ту же ошибку совершаешь постоянно, ну, вопрос надо себе уже сказать. Может, хватит уже издеваться над собой. Как отучить мужа от телевизора? Устает после работы, работает на себя, пока в бизнес не идет, но поддерживает. Ну, ему эмоции нужны какие-то. Видите, он идет в телевизор. Тяжело. Может быть, он придет к этому, будет в виде ваше развитие. Наверное, скорее всего, только так. Еще раз повторюсь, да, по поводу, хороший вопрос задали. Лучше ставить по плану успех сразу высокую ступень или по нарастающей? Вот нужно всегда держать ориентир, это называется видение, да, вот туда вдаль. Видение – это что такое? Ну, вот ездили вы на машине, вот вы едете на машине куда-то в город, и там вдалеке вы видите вот тот большой город, но он пока в дымке такой. Но вы же к нему движетесь, и чем ближе вы к нему подходите, чем четче он становится. Понятно, да, идея? Поэтому цели ставите на год четкие, а вот эта вот большая цель, которая через два, через три года, она в разряде видения вашего, что вы туда дальше двигаетесь. Прямые эфиры будут один раз в две недели, соответственно, через неделю в среду в 15.00. Да, пробовал и работаю по этой методике 12 недель в год. Ну что, дорогие друзья, я желаю всем вам успехов, я желаю каждому из вас становиться лучшей версией самих себя. Дорогие друзья, всего хорошего, пока-пока. С уважением к вам и до встречи.